опа друзья всем привет с вами рыбацкая хата еще одно небольшое видео можно так сказать из домашней кухни возвращаемся к общению я покажу как я это делаю друзья небольшая вставочка саморекламы смотрите мой канал рыбацкая хата брест подписывайтесь и комментируйте последней рыбалки осталось немного рыбы вернее я специально оставил и сейчас я покажу как я ее готовлю подготавливаю копчению и собственно сам процесс значит по рыбе какая бы она не была я имею ввиду по размеру морская или там речная например ту что вы поймали или ту что вы купили кроме соли ничего я больше не добавляю поверьте на слово проверено годами по моему мнению все остальное просто портит вкус рыбы и приятный запах дыма так что берем соль ну в принципе тут на вкус и цвет как говорится товарища нет я лично много чего пробовал там перец специи какие-то травки но вот соль и все это мое личное мнение я практически убежден в этом да и соли надо много я засыпаю очень много соли естественно если рыба большая я еще разрезаю ее вдоль вот здесь у меня окушки щучка я уже приступил к процессу сколько соли надо я там как пишут кулинары там 10 миллиграмм 8 столовых ложек я так скажу где-то пол пачки вот на это количество рыбы здесь где-то килограмм наверно пол пачки соль не бойтесь пересолить бойтесь не досолить поэтому даже если кто-то хочет высыпать пачку смело сыпьте пачку сейчас я досолю остальные рыбки покажу вот так вот это все выглядит ну и рыбка смотрите разные тут щучки окушки все разного размера а в солю все одинаково и засекаем время оставляем нашу рыбку на два часа время у нас без 15 11 и в час дня займемся промывкой рыбы да и по рыбе естественно чешую я не снимаю убираю внутренности и жабры пока суть до дела опилками я пользуюсь магазинными единственный нюанс да какими в основном ольха продаются они сейчас опилки много где в рыболовных и во всяких там супермаркетах я вот купил особенно не парясь посмотрел на цену посмотрел что это ольха пользуюсь в основном ольхой и еще один такой нюансик вот например в этих пачках опилки покрупнее а в этом кстати мелодии леса дуб ольха нормально они чуть-чуть такие мелкого помола скажем так зачем я это делаю чтобы при нагревании коптильни и схватывали сначала вот эти начинали дым давать а потом уже покрупнее готовим нашу коптильню кстати о коптильне есть видео оставлю ссылочку посмотрите начинаем сначала засыпать мелкие вот этого мелкого помола опилочки чтобы они первые схватились по количеству ребята не надо тут усердствовать вот так вот она видите но не закрыта и более-менее равномерно берем крупные теперь удачно как-то я открыл нормально о достаточно так это пачка у меня была открыта это я только открыл но и и знаете насколько может хватать у это кстати белорусские наши минска область минский район так насколько ее на четыре раза все порядок закрываем поддоном и на этом все ждем рыбку час прошел можно разводить костер ну смотря кто чем будет на чем коптить на углях на дровах я буду на дровишках это делать взял березу сосну береза для растопки ого что я погорячился да и ладно отнесем что обратно береза для растопки сосна для жара и какое дерево не важно потому что дым у нас равно будет ольховый это если вы делаете например уху на костре тогда да там уже дымок и дрова важны ну и мангальчик у меня тут есть кстати машина жены причин дальчики тут и мои завалены вот такой вот таком удобном чемодане где-то супермаркете купил компактно удобно с собой брать да вот с обратной стороны мангала еще ножки и там в комплекте идет 6 шампуров в принципе уже мангал дело такое наживное у кого что есть так сколько ему лет тоже лет пять наверное даже больше держится сталь приличная немножко его повело да потому что иногда там и сутками горят эти костры угли так по поводу дров но я на дровах делаю в принципе удобнее конечно на углях более такой жар равномерный получается все тоже компактно ничего не мешает ни на природе не здесь в принципе все готово для розжига лайфхак костер с одной зажигалки друзья не забываем по мерам безопасности я вот тут ведерко поставлю сейчас с водичкой потому что нагреваются из мангала угольки падают у нас жарко на траву дом рядом так что даже там если ничего гореть не будет я все равно там внизу подливаю чтобы мокро было рыбка еще не готова время у нас пол первого где-то за полчаса я разжег дело в том что ну это дрова пока прогорят пока угли будут и там еще с рыбкой некоторый процесс от кроме того что ее надо промыть ее надо еще будет подсушить ветерок хорошо не знает как для звука для костра нормально ну что друзья прошло у нас очень больше двух часов время начала второго минут десять промываем рыбу от соли хорошенько она у нас мелкая поэтому моем хорошо до любую рыбу надо хорошо мыть холодной водой так ну что промыли рыбку набираем водички костерчиком у нас еще большой поэтому пусть она и в воде постоит чтобы соли поменьше было потом еще раз помоем кстати не было задание такое у родственников сажилка и поймать щучек ну так вот получилось что я не довез расстояние сто километров надо будет попробовать еще раз более подготовлено это все сделать на улице жарковато в машине тем более окушки в прилоге я кстати даже и не ожидал что они будут давать ну еще раз промываем и выносим на сушку да прям здесь в тазике уже чувствуется рыбка чистая слизи нет такой можно два-три раза это сделать и перед тем как коптить раскладываем нашу рыбку на решетку ставим ее к мангальчику поближе и она подсыхает перед тем как закоптится и из нее уходит лишняя влага в принципе сама по себе рыбка сухая что щука что окунь ну вот это вот наша промывка должна все-таки уйти подсохнуть влагу кстати с рыбки можно убирать и салфетками у меня просто есть время костерчик еще большой поэтому я поставил ее подсушить какой должен быть у нас костер ну приблизительно все по наитию не первый раз делаю вот это еще большой угли у меня низко будут где-то на уровне вот как шашлыки начинаем жарить то же самое на первое время главное чтобы вот эти опилки в коптильне схватились и потом поддерживались в таком состоянии дымления вот если даже будет гореть такая палочка ничего страшного тем более коптильные мы перекроем доступ воздуха и она уже не будет так опилки закинули закидываем и нашу рыбку здесь без разницы что у меня щука снизу окунь сверху она при практически одинаковая в размере да если у вас будет рыбка мокрая огонь большой она может у вас просто свариться ну вот в принципе и все ждем по времени это займет приблизительно полчаса так минут 20-40 я уже по жару буду смотреть по дыму по времени сколько там без 15 2 будет видно или нет уже пошел первый дымок прошло там две-три минуты не надо только эту крышку придавливать кирпичами оно так и должно быть неплотно слышно как там жир капает с рыбки значит процесс идет опять же можно все это определить если сильно жир капает дым большой что где-то или а огня много или а пилок пересыпали вот и никогда не бойтесь открыть крышку если вам что-то не нравится так друзья прошло 25 минут вот чтобы вам видно было почему я часы показывал чтобы вы представляли сколько этот занимает процесс и это я так в неспешащем режиме проверим опа красота часть немножко дым уйдет он уже практически не нужен цвет золотистый в принципе можно было даже и закончить пусть постоит еще 5-10 минут кстати водички я сюда вылил вот таких сколько но литров 10 12 два с половиной ведра три ведра друзья не забываем про меры безопасности все это довольно таки тепленькие вещи ну что друзья неплохо неплохо здесь немножко накапала на щучку но поверьте на вкус это никак не повлияет ну вот наша рыбка пусть на свежем воздухе постоит не обязательно ее горячую переворачивать но я для вас сейчас щучку переверну покажу какой она вид имеет снизу и вот такой она вид имеет стороной которая лежала на решетке небольшие полосочки а так по цвету все тоже самое для сравнения сейчас раз раз два тепленькая еще и окунь вообще вид бомба такой прям как хочется съесть золотистый красивый он холодный кстати легко переворачивается меньше шкурки скажем так остается там на обе решетки ну кто-то любит горячую я люблю холодную поэтому дальше нам остынет пойдет холодильник и уже холодненькую кто чем продегустируем поддончик не такой грязный посмотрим что с опилочками смотрите вот так вот оно и должно быть вот здесь вот чуть-чуть они не дожарились республика беларусь на фоне картошки бульбы 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 все друзья экспериментируйте готовьте это сближает это подымает настроение ну и всем конечно же хороших рыбалок трофеев и не хвоста не чешуи с вами рыбацкая хата увидимся еще жар хороший такой а вот что бывает когда заболтаешься а вот это уже когда ничем не отвлекаешься большая разница